Ребят, привет! Продолжаем наш разговор о классах органических соединений, но сегодня у нас на рассмотрении цикла алканы. Итак, для начала паспорт. Вся основная информация. Общая формула у нас CNH2N. Напомню, у алканов CNH2N плюс 2, здесь уже H поменьше получается, ну, за счет того, что у вас образуется цикл. И N у нас начинается с 3. То есть, почему именно с 3? Объясню чуть попозже, после того, как мы разберем особые приметы. Особые приметы. Так же, как у алканов, у вас есть только C и H, нет никаких гетероатомов, и все связи одинарные. Но, что здесь еще добавляется? Молекула находится в форме замкнутого цикла. И вот здесь вот как раз становится понятно, почему N, то есть количество атомов углерода, начинается только с 3. Потому что вы не можете сделать никакой замкнутый цикл из одной точки или из двух точек. Начиная с 3 уже можете. Вот вам треугольник из 4, квадрат или прямоугольник, из 5, 5 угольник, 6 угольник. 7 и так далее. И пошло-поехало. Вот именно поэтому мы можем начать только с 3. N равно 3. Я рисую треугольник. CH2, CH2, CH2. И это циклопропан. Дальше я рисую, ну, про номенклатуру чуть попозже, поэтому здесь сильно не заостряю. Из 4, вот вам, пожалуйста, CH2, CH2. Получился четырехугольник. Если N будет равно 5, у меня получится пятиугольник. Вот, пожалуйста. Ну, рисуют в основном их вот такой, как бы, правильной формы, да, чтобы не путаться. Вот так вот. Часто вы можете встретить, даже в тех же ЕГЭ, когда вот эти вот формулы сокращают. То есть вместо треугольника расписанного вам рисуют просто треугольник. Вместо четырехугольника просто квадратик. Здесь вам, пожалуйста, просто пятиугольник. Особенно важно не перепутать, где N равно 6, шестиугольник. Это не бензол. Шестиугольник, то есть бензол это шестиугольник с кругляшком еще внутри. Это у вас просто циклогексан. Так, вот, скорее всего, и мы для удобства с вами будем использовать вот такие штуки. Имейте в виду, здесь у каждой вершины, вот, в каждой вершине находится CH2. Если нет, никаких заместителей, если никто не сидит, да, никаких радикалов, висюлек нет. CH2 везде, в каждой вершине. Так, едем дальше. Тип связи. Тип связи у нас здесь тоже. Сигма. Сигма, ну, поскольку все связи одинарные. Связи одинарные, значит, все связи сигма. Ну, и гибридизация атомов углерода тоже SP3. Это вы, я надеюсь, помните. У меня С в возбужденном состоянии находится. В результате на 1С под уровней у меня так и осталось 2. На втором уровне 2С один электрончик. И на 2П три электрончика. Раз, два, три. Все. Вот 4 электрона, которые могут участвовать в образовании связи. Они участвуют. 1С и 3СП. СП3. Отсюда и взялось. Поехали дальше. Физические свойства тоже, как и у алканов, точно то же самое. Опять с газов начинаем. Переходим постепенно к жидкостям и дальнейшим к твердым веществам. По мере того, как увеличивается количество атомов углерода, ну, и, соответственно, водорода в нашем соединении. Ну, из газов у нас здесь только С3 и С4. Поскольку С1 и С2 отсутствуют. Жидкости тоже С5 до С15. Ну, и твердые с С16 начиная и так далее. Они все бесцветные. Пахнут только те, кто посерединке. Растворимость в воде нулевая. В воде не растворяются. Ток не проводят. Ну, то же самое. Циклолканы у нас присутствуют в нефти. Из нефти делается бензин. Именно поэтому запах похож на бензин. И в воде не растворяются. Это вы тоже можете прекрасно себе представить. Бензин в луже. Явно видно. Нефть разливают у нас бесконечно. В океан выливается нефть тоже. Пленочкой прямо видно. Вылили нефть. Так, номенклатура. Что здесь? Здесь мы сразу должны с вами понимать, что вот эта область для нас закрытая. Мет, Эд, это не про нас. Мы начинаемся с трех. Значит, проб и так далее. Поехали. Как мы называем? В общем случае, мы берем вот этот корень. Ну, я возьму проб, да, самый наш первый. К нему прибавляем спереди цикло, поскольку у нас цикл. И здесь ан. То есть, вы для себя записываете цикло, тык-тык-тык, ан. И это основная формула, по которой мы будем называть все соединения. Циклопропан. Например, вот я вам его нарисую. Вот он, циклопропан. Просто треугольник, ну или расписанный везде CH2. Что делать, если у нас где-то есть висюльки? Я сейчас даже это распишу, чтобы было нам сразу понятно. Вот, допустим, CH2, CH2. Здесь я напишу CH, и вместо одного из водородов здесь на углероде висит CH3. Как я его назову? Так, здесь он висит 1, поэтому, ну, место указывать нам не важно в данном конкретном случае. Потому что, что мы скажем, 1 метил, 2 метил. Как его поймешь? Он же везде круглый. То есть, любой угол может стать первым. Поэтому здесь нам не важно указывать место расположения висюльки. Я просто пишу. Висюлька у меня из одного. Атома значит мет. Висюлька значит плюс Ил. Метил. И все вот это вот у меня цикло. Цикло. Бутан. Метил. Цикло. Бутан. Если я это дело усложню, и вот сюда еще повешу какой-нибудь хлор, например, да, здесь будет только один атом водорода, тогда, вот тогда мне становится принципиально важно указать номера, номерацию, потому что я должна показать, что у меня они именно находятся на противоположных, не на соседних атомах висят, а на противоположных. Тогда я начинаю нумеровать с какой-нибудь висюльки. Ну, давайте вот с этой, например. Нумеровать начинаю в ту сторону, где ближе следующая висюлька. В данном случае у меня без разницы, с любой стороны будет третья. Раз, два, три, четыре. Вы должны руководствоваться правилом, чтобы у вас сумма вот номеров углеродов, на которых есть висюльки, эта сумма была минимальна. Вы этим руководствуетесь. У меня здесь без разницы, один и три в любом случае, с какой стороны я не буду нумеровать. И тогда вот этот герой будет 1-метил-3-хлор-циклобутан. С этим, значит, разобрались. То есть здесь правила нумерации все те же, единственное, что здесь цикл, поэтому вы нумеруете все прям по порядку, по циклу. У вас здесь нет такого, что вам нужно выбрать более длинную цепь, она у вас та, которая есть в цикле. Все. Дальше поехали. Изомерия. Разбираемся с изомерией, здесь будет важный моментик, сразу акцентирую внимание. Ну, поехали. Структурная сначала, потом пространственная. Структурная. Изомерия цепи. Существует ли для цикла алкана? Да, существует. Прекрасно себя чувствует. Вот, например, CH2, 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 CH2. Это у меня циклобутан, сокращенный, если я напишу, да, бруттоформулу, CH4H8. И теперь я сделаю изомерию цепи. У меня был четырехугольник, а я из этого сделаю треугольник. Сейчас, вот так вот. Я из этого сделаю треугольник, на котором висит CH3. То есть у меня здесь сохранилось четыре атома углерода суммарно. H можете перечитать, можете довериться, будет тоже восемь. И структура уже совсем другая. То есть это у меня был циклобутан, это метилциклопропан. Вот она измерия цепи. Количество атомов углерода и водорода сохранилось, но мы их перестроили местами. Так, измерия взаимного положения кратных связей функциональных групп. Кратные связи есть? Нет. Функциональные группы тоже отсутствуют. Ну все, значит это для нас закрыто полностью. Измерия между классами здесь есть. Измерия вот какая. У вас классы, которые участвуют, это циклоалканы, про которых мы говорим. Они вступают в измерию с алкенами. Алкены. Про алкены мы с вами будем говорить в следующей теории, кстати говоря. Как раз подряд. Ну я вот сюда примерчик напишу, да. Допустим, я возьму какой-нибудь там С3H8. Я этот С3H8 могу либо вот так изобразить. Тут везде CH2. Либо могу изобразить вот так. Здесь вот вы видите. Ой, простите, С3H8. С3H6. Я же СННН должна, это я сюда смотрю. Здесь у меня С3H6, СННН в каждом уголке. И здесь тоже С3H6. Но уже смотрите, расположение линейное. Есть одна двойная связь. То есть, одна связь циклическая равна одной двойной связи. Одной кратной связи, будем так говорить. Поэтому циклоалканы и алкены являются изомерами между классами. Любой, какой ни возьми, для него найдется изомерный алкен. Ну и теперь пространственная изомерия ци-странс. Что мы про нее знаем? В самой первой теории, я вам говорила про изомерию, пространственная геометрическая. Наблюдается тогда, когда есть двойная связь и разные заместители, разные висюльки. Что со циклоалканами? Забегая вперед, для них есть ци-странс изомерия, но она нетипичная. Это немножко другая ци-странс изомерия. Здесь нужно прям вникнуть. Вот я давайте-ка вам прям объясню, потом на примере покажу. Значит, рисую. Рисую какой-нибудь циклоалкан, такой, чтобы нам было показательно. Вот такой. И здесь висит CH3, и вот здесь вот висит CH3. То есть, это у меня 1,2-диметилциклопропан. Все, с этим разобрались. 1,2-диметилциклопропан. Хорошо. Теперь я его нарисую вот в такой форме. Вот смотрите. Я рисую вот этот треугольник. Здесь у меня в каждом уголке С, а заместителей, да, радикалы вот эти, вот висюльки, я вынесу. На этом у меня кто висит? 2 водорода. Я нарисую вверх 1 водород и вниз 1 водород. Что значит вверх-вниз? Сейчас поясню. Вот смотрите. Так, что взять-то? Вот листочек. Представьте, что листочек это у меня плоскость. Здесь есть треугольник. Вот я его не знаю. Вот так вот я его сложу сейчас. Вот у меня треугольник получился. Корявый, быстрый, но треугольник. Во. И у каждой вершины этого треугольника вот так вот висят руки. Вверх и вниз. Видно? Да, что-то вверх, что-то вниз. У каждой вершины. И вот мы сейчас разрисовываем. Треугольник у нас плоскость. На одной вершине вверх тянется рука водород, вниз тянется рука другой водород. Разрисовываем следующую вершину. Вот эту, вот эту, то бишь. У нее что? Этот С держит одной рукой водород, другой рукой CH3. Я нарисую вверх, он держит CH3, например, да, можно и так и сяк. Вниз он рисует, то есть вниз он держит водород. Вот этот разрисовываю, он опять тоже водород держит, тоже CH3. Но я здесь тоже вверх нарисую CH3, вниз нарисую водород. Так, что у меня получилось? Вот такой треугольник. Есть плоскость и есть что-то выше плоскости, что-то ниже плоскости. У нас получилась такая же история, как с двойной связью. Есть двойная связь, что-то выше, что-то ниже. Как Цискоридзе в том меме, который я вам там приводила на картинке. Цискоридзе, сам его тело, как будто плоскость, руки выше, ноги ниже. Вот такая же история получилась здесь. И что мы здесь наблюдаем? Тут HH одно и то же, поэтому меня интересует. А вот здесь вот разные, видите, где-то CH3, где-то H. Здесь вот одинаковые с одной стороны, видите, CH3 сверху, H снизу. И это Цисизомер. И я могу нарисовать такой же, но трансизомер. То есть, что я делаю? Вот этот треугольник корявый, да? Вот эти водороды мне вообще не касаются, меня не меняют, все равно, тут H, тут H. Здесь я тоже менять не буду, оставлю так, как есть, а вот здесь поменяю. Наверх нарисую H, а вниз нарисую CH3. Что у меня получится? Разные сверху, разные снизу. И этот изомер называется транс. Это цис-1,2-диметилциклопропан. Это транс-1,2-диметилциклопропан. Как пишется, цис-тире, потом 1,2, потом диметилциклопропан. Дальше уже в одно слово. Главное запомнить, что между цис и всем остальным названием тоже тирешка есть. Транс тоже тирешка. Так, короче говоря, у циклоалканов есть цис-транс-азомерия, но далеко не у всех. То есть мне нужно, чтобы у меня была какая ситуация? Мне нужно, чтобы у меня было в цикле 2 атома углерода, у которых разные заместители. То есть разные висюльки. Вот если бы у меня здесь не было вот этих CH3, не было бы и цис-транс-азомерии. Везде бы были H, H, H. И что интересного? Если бы была только одна висюлька, тоже. Все, CH3 была бы только с одной стороны, что-то вниз, что-то вверх. То есть мне нужно, чтобы было 2 атома углерода, у которых разные заместители. Вот такая вот история. Немножко необычная, немножко не в привычном понимании цис-транс-азомерии, но она здесь есть. Так, с этим разобрались, поехали дальше. Дальше у нас начинаются химические свойства. Ну и первое, самое любимое, это горение. Горение это, повторюсь, окисление кислородом. Тут уже сверхбыстро вам напишу. Ой, окисление кислородом. Вот так вот. То есть, в общем случае, я беру CH2N плюс кислород. И что у меня получается всегда, когда с кислородом? Прям хором, надеюсь, ответили, каждый в своей квартире. СО2 и H2O. Всегда до углекислого газа и воды. Ну какой-нибудь пример. Давайте, С3H6, да, у нас там с вами на слайде был. Плюс кислород. Горит СО2 плюс H2O. Уравниваю. Ну, вы знаете, что в большинстве случаев надо удвоить. Помните, когда с алканами разбирались, я вам говорила? Удваиваю сразу. Получаю 2 на 3, 6. Значит, у меня здесь будет 6. Здесь 2 на 6, 12. Значит, сюда я пишу 6. И здесь 12 плюс 6, 18. 18 на 2, 9. Видите? А если бы я не удвоила, мне бы пришлось, как в алканах, там все перерешивать. То есть в большинстве случаев нужно в реакции с кислородом, ну, в реакции с горением, да, нужно углеводород удваивать. Писать на 2. И тогда у вас все с первого раза уравняется. Но на всякий случай всегда проверяйте. Вот вы удвоили, может быть, в конце нужно будет сократить. Может, вы зря удваивали. Но в данном случае мы не зря удваивали, а как раз нам это очень помогло. Поехали дальше. Поехали дальше. И дальше у нас реакция присоединения. Здесь тоже есть свои секретики. Ну, сейчас до них дойдем. Значит, вы помните, в алканах у нас было замещение. То есть там галоген приходил и замещал водород. То есть выпинывал водород, водород улетал там, образовывал аш-хлор, аш-бром. Все. Здесь у нас присоединение. То есть будет присоединяться. Так, галогенирование под буквой А значит плюс галоген. Помните такое обозначение? Гал-2. Так, поехали. Какой взять пример? Давайте. Значит, у нас будет здесь три примера. И по порядку они будут расположены. Сначала мы берем первого представителя. Это циклопропан. Так, плюс хлор-2. Что происходит? У нас разрывается одна из связей. Какая? Любая. Они все равноценные. Видите? Разрывается, допустим, вот здесь. Хлор я представляю как хлор-хлор. Один хлор пойдет к одному углероду, у которого разорвалась связь, то есть освободилась рука Второй хлор пойдет ко второму углероду, у которого разорвалась связь, то есть освободилась рука, чтобы схватить этот хлор Ну поехали! Что получится? У меня был цикл, масонская немножко у нас тема сегодня Был цикл, замкнутая система Вот эта связь порвалась, вот они руки освободились, вот так растянулись в цепочку И руки свободные есть у углеродов То есть разрисовываю, был цикл, стала цепочка, видите, разорвалась она, CH2, CH2, и у крайних вот этих освободились руки, вот у меня была связь, вот она порвалась, вот они, руки освободились, вот так. Руки освободились, одна рука схватила хлор, вторая рука схватила хлор, все, получили 1,3-дихлорпропан, был циклопропан, стал 1,3-дихлорпропан. Так, это если циклопропан, теперь давайте циклобутан возьмем, следующего представителя, так, 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 плюс, ну давайте бром-2 для интереса, что происходит? Опять рвется какая-нибудь связь, давайте вот это, разорвалась, бром я представляю как бром-бром, один бром пойдет к одному углероду с разорвавшейся связью, второй бром ко второму. Получится, опять у меня был четырехугольник, у меня уже пальцев не хватит на это, какое-то ломаное сердечко получается, все разорвалось, у вас опять, видите, на концах, на концах свободные руки получились. Итого, я разрисовываю вот это, CH2, 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 и на кончиках сидит бром-бром, все, это такая же ситуация, как и здесь. А вот теперь начинается интересное. Вот начиная со следующего, то есть с пентана, и дальше, все следующие циклогексаны, циклогептаны и все прочие реагируют по-другому. Вот здесь вот, восклицательный знак, что происходит? Давайте плюс хлор. Дело в том, что вот эти вот два очень неустойчивы, им некомфортно в циклах. Электроны слишком близко, электроны отталкиваются, поняли, да, что это одинаково заряженные частицы, они отталкиваются, с противоположностью у нас притягиваются, одинаково и отталкиваются. Им некомфортно, поэтому они разрываются при любой удобной возможности. Дальше, начиная с циклопропана, циклопентана и выше, уже не так, они уже разрываться не хотят. И вот здесь вот идет не присоединение, здесь идет замещение. Замещение. Это начиная, то есть с С5 и до бесконечности, то есть С10, 15, 18, 1356 и так далее. Каким образом идет замещение? Вот у вас хлор, я его представляю, хлор-хлор. И так же, как в алканах, один хлор выпинывает водород, а второй, значит, этот водород забирает. Какой водород будем выпихивать? Ну, здесь все равноценные, здесь все CH2. Ну, пойдет, например, вот к этому, да, выпинут. Вот хлор присоединится к этому углероду, а водород отсюда один улетит к вот этому оставшемуся хлору. Что мы получим? Мы получим, я нарисую вот так вот теперь, да, для удобства. Вот так вот, видите, CH2 везде вот тут сидят. А вот тут не CH2 уже, CH и хлорик на нем, плюс H-хлор. То есть такая же тема, как с алканами была. И, обращаю внимание, если кто-то здесь будет замещен, если на ком-то будет висюлька, тогда у вас будет уже, ну, углерод с меньшим количеством H, менее гидрированный. Тогда хлор будет атаковать его, потому что, как мы помним, зайцев-морковников, привет, да, уходит водород от менее гидрированного, то есть от того, где меньше H. Все, погнали дальше. Все еще, пункт присоединения у нас, значит, вот это вот, замещение дальше. Было присоединение, а вообще дальше замещение. Дальше идем. Пункт B, гидрирование. Гидрирование тоже присоединение в общем случае. Ну, гидрирование у всех присоединений, тут исключений нет. Гидр, это водород, поэтому гидрирование это плюс H2, плюс присоединение водорода. Поехали. Ну, здесь, как ни мудри, ни перемудри, в любом случае будет... Так, нет, расписывать все-таки придется. Все-таки распишу. CH2, CH2 плюс водород. Все, что связано с гидрированием, запоминаем, температурка и никель обязательно, 100%. Что будет происходить? Разорвется связь, водород это HH. Один водород пойдет к одному с разорвавшейся связью. Второй водород пойдет к другому с разорвавшейся связью. Все. Получается, опять у вас треугольник разъехался, на концах свободные ручки. Вот у вас, пожалуйста. Вот так все разъехалось. Свободные руки схватили водороды. Я водороды сюда не буду выносить. Я водороды сюда же в формулу впишу. Было CH2 плюс 1, CH3. Было CH2 плюс 1, CH3. Все. Был циклопропан, получился пропан. То есть гидрированием мы получаем алканы. В любом случае получаем алканы. Причем здесь и циклопропан, и циклобутан, и даже циклопентан и все остальные тоже будут реагировать одинаково. То есть вот этот вот герой тоже плюс H2. У нас разорвется связь. И тоже у нас обязательно температуру Никин не забудьте. Это все дело разъедется, и получится просто соответствующий алкан. CH3, CH2, 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 CH3. Все, 5 штук, да ведь? 5. Был циклопентан, получился просто пентан. То есть здесь все реагируют одинаково. Вот здесь вот исключение. То есть первые два реагируют при соединении, а дальше пошло замещение. Здесь все реагируют при соединении. Ну, единственное, конечно, этих нужно греть посильнее, но в ЕГЭ это никак не отражается. То есть вас не просят же конкретную температуру. Везде температуры Никин летом достаточно. Так, теперь гидрогалогенирование. Это когда и гидрогалоген, значит, плюс H-гал, я напишу. Вот так вот пишут в большой химии. Ну, то есть плюс H-хлор, плюс H-бром, да. Так, гидрогалогенирование. Давайте, давайте кого-нибудь бутан, да, мы обделили там в пункте B. Давайте его сюда внесем. Так, 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 вот так, вот так я хочу. Вот такой у нас будет замещенный, у нас будет метилциклобутан, вот. И его плюс H-хлор. Так, что происходит? Такая же история, у нас будет с вами разрываться связь. Будет разрываться связь, ну, вот это вот, ну или вот это, да. То есть вы понимаете, что у вас будет разрываться связь там, где, ну, менее гидрированный H. Потому что туда будет выгоднее нам присоединиться. Так, вот эта связь разорвется. Теперь H-хлор, представляю, как H-хлор. Куда пойдет H, куда пойдет хлор. H пойдет к более гидрированному. H, водород, компанейский чувак, он любит компанию. Поэтому водород пойдет вот сюда. А галоген пойдет вот сюда. Туда, где меньше компашка. Так, значит, разрисовываю, что у меня получилось. Вот тут, кстати, интересно. Хорошо, что я тут провала, потому что там интересно нам будет сейчас рисовать. Смотрите, вот здесь вот разорвалось. И все в цепочку. Цепочка у меня получилась какая? Вот такая, сейчас я ее обведу. Вот она такая, вот она такая. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот, увидели? То есть у меня теперь первый вот этот вот атом. То есть у меня теперь CH3. Дальше идет вот этот вот CH, к которому хлор пришел. Вот так вот хлор. Дальше от него пошли CH2, CH2, который никто не трогал. CH2, CH2. И от них еще CH2, к которому H присоединился. То есть CH3 стал. CH3. Вот что получилось. Получился, знаете кто? Получился 2-хлор. 1, 2, 3, 4, 5 из 5, да? 2-хлорпентан. 2-хлорпентан. Был метин-циклобутан, стал 2-хлорпентан. Все. С этим делом разобрались. То есть присоединять мы можем либо галоген, либо водород, либо галогеноводород. Все очень просто. Так, ну и третье свойство. Оно такое, касается не всех циклолканов, оно касается только циклогексанов. Почему я написала во множественном числе, типа циклогексан, или разве он там не один? Сейчас объясню, с чем это связано. Значит, дегидрирование. Что это значит? Д, приставка, ну значит анти, а, да, д. Д, деградация, то есть обратное развитие, все, вы откатываетесь. Д. Отнять, значит. Гидр, это уже мы поняли, H. Значит, дегидрирование, это куда-нибудь припишите, минус H2. Отнятие водорода. Получение аренов. Арены мы с вами будем проходить через какое-то время, но вот сейчас уже научимся их получать одним из способов. То есть, что я имею в виду? Циклогексан. Сначала нарисую сам циклогексан. Тут я все еще пока что буду разрисовывать, потому что это важно нам видеть, короче, водороды все видеть. Вот он, циклогексан. Ну, вы поняли, да, что это вот эта штука от бензола. Дальше. Дегидрирование. Чтобы дегидрировать, значит, с водородом связано. Мы что помним? Температура никель. Помните, говорила, что есть некоторые исключения? Вот это оно. Здесь температура, и используют не никель, а чаще всего платина. Платина как отличительная черта работы с водородом, если дело касается аренов. Арены. Вот это бензол, талуол, вот эти все ребята. Вот это вот вам платина. Так, здесь тоже используется платина. И что происходит? Дегидрирование, значит, уходит водород. Я сразу напишу здесь водород. Водород уходит, и получается соответствующий арен. То есть, было у меня циклогексан, получится у меня бензол. Что такое бензол на самом деле? Это вот это, я же вам сейчас разрисую. Вот так, CH, CH. Вы в таком виде уже, наверное, забыли, как он выглядит. Все пишут в сокращенном. CH. Вот что такое бензол. И в середине еще кольцо, ну, полуторные связи здесь везде. То есть, были везде CH2 по вершинам, а стали везде по вершинам CH. То есть, ушел водород от каждой вершины. Ушло 6 водородов. То есть, 3 молекулы H2. Поняли, да? 3 на 2,6. В коротком виде, вот сюда зафиксирую, да? Вот у вас. А, нет, в коротком виде сейчас я сюда вот так запишу. Вот так запишу в коротком. Сразу со следующим примером. Вот, допустим, вот такое у вас был. Циклогексаны, почему во множном числе? Мог быть сам циклогексан. А могли быть всякие метилциклогексаны, этилциклогексаны. Может быть, там 1 хлор, 2 метил, 3 этилциклогексаны. Короче, разные с висюльками. Главное, чтобы вот сама основа у вас была циклогексан. Так, вот это у меня метилциклогексан, например. Он точно так же может вступить в эту реакцию. Я нагреваю его, я добавляю катализатор платина. Что получаю? У меня опять уходит 3 водорода. Ну, от каждой вершины, от каждой вершины. И я получаю вот это вот. Вот этого вот. То есть с кружочком уже. Ну, CH3 никто не трогал. CH3 сохраняется. Был метилциклогексан, получился метилбензол. По-другому еще толуол его называют. Так, я очень хочу, чтобы вы видели, что скрывается за вот этими вот рисульками, да. Я просто не хочу, чтобы вы вот, ну, запомнили просто, да, я дорисовываю кружочкой, и все. Вот увидьте, потому что нам это в аренах потом сильно помешает, если вы видеть не будете. Здесь CH2 везде, видите? CH2, CH2. Я надеюсь, запомнили. Здесь CH. CH почему? Потому что везде было CH2, а тут еще водород должен вот эту рисульку держать. То есть рука нужна же свободной, согласитесь? Водород один ушел, только CH остался в рисульке. А здесь вот что? Здесь у меня всегда обычно CH, CH, CH везде. Вот тоже CH, здесь тоже CH. А здесь CH только осталось. Опять почему? Потому что нужно же руку, чтобы держать. Поэтому здесь водорода нет. Так, здесь тоже CH2, CH2. Но если посчитать, все равно, от каждой вершины у вас ушло по одному водороду, да. Здесь CH2 превратилось в CH, точно так же, как и вот тут везде. А здесь CH превратился в CH. То есть все равно у вас ушло 3, H2. Все. Вот что касается дегидрирования, что касается получения аренов. Видите, мы с вами арену еще не прошли, но уже частично затронули. Органика на самом деле такая, там все пересекается 500 миллионов раз, короче, вообще. Так что мы еще много с вами будем отсылок делать. Так, я поздравляю, с химическими свойствами расквитались. Теперь ждет нас получение. Ну, получение на самом деле здесь не сильно много, не сильно сложно. Давайте начнем. Опять, у нас есть две большие группы. Есть получение промышленное, есть получение лабораторное. С промышленным все легко и просто, точно так же, как с алканами, да. Здесь промышленность получают и из нефти, и вы уже все это знаете, природного газа. Природного газа. Тоже, они рядышком находятся, просто, ну, грубо говоря, пойди накопай, да, ну, найди месторождение сначала, потом дай откат, чтобы там что-то делать, потом пойди накопай. Ну, условно говоря, условно все просто. Теперь лабораторные методы. Как получить в лаборатории? Первый, мы с вами знаем, проходили свойства алканов недавно, теперь пошли-поехали, эти свойства нам аукаются в получении цикла алканов. Ну, снова, дегидрирование. Что это значит? Это значит минус H2. Минус H2. Берем какой-нибудь алкан. Метана там взять не можем, потому что нет соответствующих цикла алканов. Ну, мы можем взять пропан. Мы можем взять пропан, CH2, CH3. Дальше. Нагреваем с никелем, да. Платина у нас только для аренов, а в остальном все, что связано с водородом, в основном никель. Нагреваем с никелем. Что получаем? Водород уходит отсюда и вот отсюда. Один ушел отсюда, один ушел отсюда. Что получилось? Здесь руки свободные. О, они замкнулись. Получился цикл. Вот у вас треугольник. Я уже не буду разрисовывать. Треугольник. Везде CH2 по вершинам. Это вы уже видите. Так, один водород отсюда, один водород отсюда, сложились в молекулу H2. Все. Ничего уравнивать не надо, все за вас сделано. Ну и так же любой. Причем, вот смотрите, сейчас какой-то сложняцкий нарисую. Как бы замудрить-то так. Давайте здесь еще у нас будет висеть какой-нибудь CH3, и здесь у нас будет висеть хлор. Что-то я их наверх решила, ну пусть будет наверху. CH2, здесь CH, CH, CH3. Вот такой. Так, температура коньяки. Вот когда вы такой превращаете в цикл, важно не потерять висюльки. Сохранить их там, где они должны быть. Значит, короче, у нас уйдет водород отсюда, уйдет водород отсюда. Сейчас пронумерую для удобства. Один, два, три, четыре, пять, чтобы вы не потерялись. Значит, пять штук. Пять превращаются в цикла... Что-то меня сегодня клинит на этой пятерке. Циклопентан. Прям не знаю, в чем дело. Превращаются в циклопентан, но не в простой, а в замещенный. То есть с висюльками. Ну давайте, значит, превращаем. Сначала пойдем, ну, с вершины, да, давайте. CH3. CH3, дальше пошел. CH2. Дальше пошел. CH. Вот этот вот номер третий, номеруем один, два, три. На номере третьем висит у меня CH3. Не потеряла. Все. Дальше поехала. CH, вот этот четвертый, на нем висит хлор. Вот он хлор. Дальше от него пошел пятый CH3. Все. CH3, который у меня превратился в CH2, этот тоже в CH2, замкнулись. Корявый, но пятиугольник получился. То есть вот у этих ушли водороды, тут стало CH2, тут стало CH2. Два водорода ушло, вот они, два водорода. Все. Это дело замкнулось. То есть когда у вас вот такие висюльчатые, тут важно прямо не потерять все это дело, просматривать, нумеровать себе для удобства. Ну, кстати говоря, я пронумеровала это не с той стороны, если бы мы называли, мы бы должны были с этой стороны, да, где ближе висюлька. Но здесь нумерация, еще раз подчеркиваю, просто для удобства, не для нумерации, поэтому я вам для удобства это слева направо. Так. Следующие поехали. Как еще можно получить? Гидрировать арены. Вот мы только что с вами догидрировали, да, чтобы арены получить, а сейчас мы в обратную пошли в сторону, мы теперь арены гидрируем. Гидрируем, это значит присоединяем водород. Просто почему я акцентирую внимание, по опыту знаю, многие путаются, гидрирование и гидротация. Гидротация это присоединяют воду, а гидрирование это водород. Вот будем сразу запоминать. Так, арены. Ну давайте возьмем кутиарен, возьмем какой-нибудь арен, давайте возьмем вот этот вот, вот этот какой-нибудь. О, этилбензол. Гидрируем, присоединяем водород, температура, катализатор, платина, потому что с аренами имеем дело. Что получаем? Здесь у нас в каждой вершине CH, 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 здесь CH. А нужно, чтобы было CH2 везде. То есть мне нужно по одному водороду, ну а здесь чтобы было CH, соответственно, вместо CH, по одному водороду на каждую вершину. То есть 6 водородов суммарно, то есть 3 молекулы H2. Все. И тогда это все дело у меня превратится вот в это. C2H5. Это этилциклогексан. Был этилбензол, стал этилциклогексан. Короче говоря, вот то, что мы здесь с вами делали, в обратную сторону запускаем. Вот и все. Дальше. Вот дальше реакция Густавсона. Фамилию тоже можно не запоминать. Для удобства, для того, чтобы мы ориентировались с вами. Здесь я хочу общую схему нарисовать сначала. Нам нужен ди-галоген-алкан. Га-ло-ген-алкан. Причем нам нужен... Так, что такое ди-галоген-алкан сначала? Представляете? Да, алкан. И на нем два галогена висят. Ну, раз он ди. И здесь нам важна конкретизация. Нам не просто любой ди-галоген-алкан нужен. Нам нужен такой, чтобы галогены висели не на одном и не рядышком. Чтобы они были не на одном и не у соседей. Да? Чтобы они висели. Я вот так напишу. Га-ло-ген-ны. Немножко смешение. Вот так вроде пишут. Да? Галогены не рядом. Что это значит? Это значит, что они висят на разных атомах С. Причем не у двух соседей, а хотя бы через один. Через один, через два, через три и так далее. Не рядышком. Только такие. Сейчас на примере разберемся. Плюс. Мне нужен металл, двухвалентный металл. Часто берут магний, ну, или там цинк. Ну, в основном магний. Тут прям есть такая фиксация на магний. Как у нас, да, там было с алканами вюрц-фиттик, да, и просто вюрц. Там всегда натрий, да, вот как взяли, так пошло-поехало. Так здесь, в основном, что-то магний. Дальше. Что у меня получается? У меня получается галогенит. Га-ло-ге-ни-д. Магния. Ну, раз мы магний решили. Что-то все решили, на самом деле. И этот, циклоалкан. Цикло-ал-кан. Так, пробуем на примерах. Поехали. Кого бы взять, кого бы взять. Хочу что-нибудь поинтереснее. Ну, давайте с пятерки. Вот здесь вот посадим. Ну, и вот здесь посадим. Уже же не рядом, да. Вот сюда я не могла посадить. Вот на этого же не могла. Не рядом. Ну, хотя бы здесь. Так, расставляю остальные. Так, CH2, CH, CH2, CH3. Плюс магний. Плюс магний. Че, получаю. Значит, что выходит? Магний у меня. Я не зря сказала двухвалентный металл. Зачем двухвалентный? Чтоб сразу два хлора взять. Сразу два хлора. Вот, пожалуйста. Вот такая вот штука образуется. У нас магний-хлор-2 уходит. Теперь, собираем, че осталось. У меня осталась цепочка. И есть два атома С, у которых свободные руки. Им нужно кого-то схватить, а больше некого. Они схватят друг друга. И получится цикл. То есть цикл замкнется. Из этих вот раз, два, три. Из этих трех замкнется цикл. А вот этот, который 4-5, они станут весюлькой на этом цикле. То есть, смотрите, замыкается все это дело. Как? CH2, CH2, CH. Все. И вот здесь пыдень замкнулась. И на CH на третьем вот эта вот штука висела. Вот я ее здесь перерисую. В сокращенном виде. С2, H5. Можно в развернутом, как удобнее. Но на всякий случай, если что, разницу чувствуете, да? Ее особо нет. То есть это просто развернутый вид, это сокращенный вид. Все. Вот пример реакции Густавсона. Ну, в основном с магнием пишут ее. Так. Взять ли что-нибудь еще тут поинтересно? Да нет. Я думаю, что с этой реакцией все, в принципе, понятно. Если бы у нас висела на четвертом, ну, понятно, да? Из четырех бы бутан, ну, циклобутан получился. И вот это бы стало весюлькой. Если бы на крайнем висел хлор, то тогда бы у нас все замкнулось. И получился бы циклопентан. Все. Так. На этом мы с вами изучение циклоалканов закончили. Если вы с алканами разобрались хорошо, то эта тема для вас прошла прям безболезненно. Если есть какие-то проблемы в алканах, то и в циклоалканах вы их уже могли прочувствовать. Еще раз повторяю, прям акцентирую внимание. Пожалуйста, если возникают у вас проблемы, не забивайте на них. Пожалуйста, обращайтесь ко мне или к куратору. Приходите на семинары или обязательно смотрите семинары в записи, если у вас нет возможности. На семинарах мы много будем рисовать. Мы много будем называть, чтобы прямо от зубов отскакивало. Чтобы на кончике языка у вас название рождалось, как только вы видите вообще соединение. Будем прямо отрабатывать эти навыки. Органика, еще раз говорю, снежный ком. Не дайте ему вас сзади догнать. Все, пусть у вас не будет никаких снежных комов. На этом теория сегодняшняя закончена. Спасибо, что досмотрели до конца. Жду встречи на семинаре. Пока-пока.